Всем привет! С вами Электрошаман, и сегодня я расскажу вам про очередной силовой щит на базе ПЛК-110 для квар... Боже мой, ну и погода! Так, дубль второй. Всем привет, я Электрошаман, и я вам расскажу про щит на ПЛК-110 от Овен. Вот только свету сейчас добавлю, а то не видно ни хрена. Итак, я Электрошаман, и я расскажу вам про щит. Блин, все равно не хватает света. Че делать? Так, добавили пару прожекторчиков. Ну-ка, и сейчас я расскажу вам про этот чертов щит с пятого или седьмого дубля. Вот у нас силовая часть, вот у нас управление освещением. А что это у нас за тень-то такая здесь? Вы вообще чего-то видите? Нет. Если, конечно, все приблизить, вы увидите. Но на самом деле, вот такое вот мутное освещение, когда все эти прожектора и лампочки отбрасывают мне какие-то постоянные тени, кое-что затеняют, кое-что затемняют. Фотик-то, конечно, он умный, он перестраивает баланс освещения. Но все-таки меня это дело не устраивает. И поэтому я стал думать, чего с вот этим вот всем делать. Посмотрите, какая ужасная освещенность. Здесь освещенность от вырвы глазного прожектора, здесь освещенность от настольной лампы. А в результате мы получаем больные глаза, недосвеченный щит и хрен знает что. И сейчас я расскажу то, чего я с этим сделал. А сделал я с этим все очень просто. Я заменил весь свой щитосборочный свет, который проистек из дежурного, на сценические блиндеры. Да, я не ошибся. У нас в России их называют на жаргоне блиндеры. Это примерно как устройство с защитой по отключению дифференциального тока или УЗО на обычном жаргоне. На английском они, естественно, называются блайндер. Значит, в старых видео и в старых клипах это были устройства, в которых стояли низковольтные лампочки накаливания галогенные. За счет чего они плавно поднимали яркость и плавно остывали, плавно гасли за счет того, что у лампочек долго остывали спирали. То есть можно было дать резкую вспышку яркого сфокусированного света и потом она плавно сама собой гасла. Сейчас это все светодиодное. То есть если мы посмотрим, здесь стоит коп светодиод. Вот, выпускается вариант этих блиндеров с одной цветовой температурой, с двумя цветовыми температурами. И тут вы уже поняли, что к чему. И выпускается RGB White. Я взял вариант блиндеров с двумя цветовыми температурами, с холодной и теплой. И сейчас я покажу вам, как все это работает. Но прежде будет маленькая вставочка по поводу того, как это используется на концертах. Ну, собственно, они направляются в зал и либо даются какие-то вспышки, либо дается просто некая засветка в какие-то этапы концерта, либо в какие-то этапы шоу. Вот я нашел видео одно, совершенно случайно мне попавшееся, где во всей задней стенке стоят эти блиндеры группами по две штучки. То есть у нас получается четыре глазка. Блиндера прям такие же, как вот мои. А теперь показываю, как все это работает. Гасим вот этот трэш. Раз. Два. И врубаем наши блиндера. Для того, чтобы все работало, я взял простенький миниатюрный DMX пультик. Он может пять приборов по шесть каналов. Каждый блиндер у меня отстроен в режим того, что у нас каждый канал этого блиндера. Это один напрямую управляемый сегмент светодиода. То есть у нас весь блиндер занимает четыре канала в самом простом DMX управлении. Первый холодный, второй холодный. Первый теплый, второй теплый. Выбираем наши приборы. И просто я показываю, как все это выглядит и работает сразу в максимуме. Хлобысь теплый, хлобысь холодный. И теперь щитозборка выглядит вот таким вот образом. Но это сейчас максимум, который возможен, потому что жарят они зверски. Каждый такой глаз это 100 ватт светодиода. То есть один блиндер это 200 ватт, 400, 600 и 800. Вот когда мы смотрим фотик, мы не видим практически ничего. Их задача есть слепить или делать какие-нибудь вспышки. То, что вы видели на концерте, это выглядит примерно вот так вот. Хоп, 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 хоп. Ну а у меня это используется для щитозборочного света. То есть я могу регулировать себе цветовую температуру и яркость. Я могу сделать все в желтых тонах. Могу подмешать туда холодного и поменять какой-нибудь баланс белого, который будет для меня удобен. Например, сделать его похолоднее. На холодном цвете прикольно выглядят клеммы всякие в щите. А пластроны удобно фотографировать на немножко желтоватом, нейтральном цвете. Вот. И собственно у меня все это дело прижилось. Минус некоторых этих блиндеров в том, что у них стоят вентиляторы. И некоторые из этих вентиляторов шумят. Но это дело можно доработать, если вы собираетесь использовать их в мастерской, либо в бытовом варианте. Либо, опять же, доработать, поставить радиатор побольше и сделать пассивное охлаждение. У себя я их эксплуатирую практически где-то на 40% яркости. И вот этого хватает. А самый главный плюс, который получился, это то, что, меняя цветовую температуру, я могу давать отдых глазам. То есть, если в средней цветовой температуре, когда все ручки посередине стоят, стоят на одном и том же уровне одинаково, у меня глаза устали, я могу прибавить немножко, например, желтенького, сделать цветовую температуру чуть теплее. Как только глаза устанут, я могу, например, сделать ее чуть похолоднее. Может быть, на видео это не так будет видно, живьем это видно. Поэтому будем максимально крутить. Могу сделать то холоднее, то теплее, то под свой вкус. Точно так же фотки стали получаться лучше, потому что я настраиваю на фотике баланс белого, подгоняя цветовую температуру, если не забываю это делать. И фоткаю вам все это дело покрасивее. То, что еще удобно, все это работает по группам. То есть, у меня вот эти два блиндера это одна группа, вот эти два блиндера это другая группа. Я могу, например, сейчас вот эти погасить и использовать только вот эти. В этом случае мне удобно делать какие-то фотографии, потому что свет у меня падает прямо, вот так вот. И никакой тени, ничего нет. А если же я начинаю собирать щит, то в этом случае тень у меня появляется. Мне неудобно, и поэтому я могу добавить передний вот этот свет, дать ему засветку, либо вообще его отрегулировать и дать его небольшой яркости. Чтобы он давал меньше теней. Вот скажем так. Эти на небольшую яркость, другие блиндеры позлее. Если вдуть все полностью, то свет от них перекрывает свет солнца. Фотик начинает слепнуть, поэтому он уменьшает яркость, но в реале это очень жарко и очень сурово. Поэтому вот эта находка очень хорошо пошла под щитосборочный свет. Сейчас мы это уменьшим, чтобы фотик у нас не слеп. И вот так вот это все выглядит. На этом у меня все. Напоминаю, что подробнее все это вы можете посмотреть в посте на блоге. Повеселились и ладно. Всем пока.